На протяжении веков Кубань укреплялась как самобытный казачий край. Но так, увы, было не всегда. Каждую последнюю субботу апреля казаки отмечают день реабилитации кубанского казачества. Почти три десятка лет назад с принятием закона казаки вновь обрели возможность жить по своему укладу. О семейных традициях и возрождении казачества наш корреспондент говорил со старшим вахмистром кубанского казачьего войска Романом Блиновым. Роман Блинов – потомственный казак. Его предки жили в станице Белореченской со дня ее основания. Я с рождения, как говорят, с пупинки, с самого малого возраста, всегда знал, что я казак, потому что мои родители всегда так говорили. Мы казаки, а они говорили черкесы на наших соседей. Это прадед Романа Блинова Федор Белоглазов. В 1914 году он был атаманом станицы Белореченской. Участвовал в Первой мировой, воевал в Гражданскую, затем эмигрировал в Югославию, оставив здесь жену и семерых детей. Бабушка, его одна из дочек, осталась здесь и воевала за Красных в Таманской армии. И вся остальная линия пошла воевать за нашу советскую власть против внешних врагов. Наш визит в дом Романа Блинова связан с очередной годовщиной принятия закона о реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества. Возрождение казачества началось не благодаря закону и не вопреки ему. Оно началось из-за желания тех людей, которые считали себя внутренними казаками, организоваться, принести пользу себе, своим семьям и родине. Служить на благо страны и защищать родину в этой семье уже традиция, которая передается из поколения в поколение. Роман Владимирович – старший вахмест кубанского казачьего войска. Это он вместе с другими казаками из Белореченского района обеспечивал безопасность в Севастополе перед крымским референдумом. За успешное выполнение задачи получил благодарность от президента России. Старшие дети тоже при погонах. Разговаривают когда в семье, и дети понимают, что надо любить родину, надо быть патриотом. И если ты казак, то ты максимальную пользу стране можешь принести на службе. Даже вот дочка у меня пошла служить. Я очень ей горжусь и рад этому. Дочь Романа Блинова – Дарья кавалерист в московской конной полиции. В марте этого года вся страна наблюдала, как Дарья и ее коллеги приветствовали Владимира Путина у себя в полку. Владимир Владимирович, спасибо, что нашли время посетить нас. Мы очень рады вас видеть. Спасибо за приглашение. Глава государства заглянул к девушкам-кавалеристам, чтобы поздравить с 8 марта. И, пользуясь случаем, прокатился с дамами на лошадях. Младший сын Блиновых, первоклассник Федор, отчасти пошел по стопам старшей сестры. Он тоже занимается конным спортом, а еще танцует казачью лезгинку, которая популярна у линейных казаков, живущих на Кавказе. В семье Романа Блинова есть еще одна традиция – дарить сыновьям холодное оружие. В доме казака собрана и хранится коллекция, в которую вошли кинжалы и шашка начала 20 века. Шашка. Дореволюционная. Владел ей казак Скиба. На ней где-то здесь написано. Ищем. Что там написано? 1905. Первый Коперский полк, по-моему. Да? Да. И где-то Скиба должно быть написано. Ну-ка, гляньте. Да, вот. Вот Скиба, да. Ну вот, такая вот шашечка. В этом доме все внимание детям. В семье Блиновых они – главная ценность. Глава большой казачьей семьи считает, чем больше детей, тем лучше. Я пытаюсь воспитать детей, чтобы они выросли хорошими людьми. Мой покойный отец сказал, после нас остаются только дети. Поэтому все силы, все деньги, все свои возможности здоровья я вкладываю в своих детей, в свою семью, воспитываю их. И я знаю, что они меня не подведут. Будут стараться хорошо учиться. И если будет надо, пойдут воевать и не будут прятаться за чьи-то спины. Традиции и заветы предков гармонично воплощаются в современной жизни белореченских казаков. И так из поколения в поколение, как, например, в семье Романа Блинова, передается самая ценная – отвага, честь и любовь к родине, на защиту которой казаки встанут без промедления. Саида Кикова, Сергей Чернецов. События. Люди.